Эта новость с пересадкой головы в 2013 году взбудоражила практически всю сеть. Провести такую невероятную операцию по трансплантации головы хотел хирург Серджо Канавера. Ну и конечно же начал искать добровольцев. Так и нашелся русский парень-программист Валерий Спиридонов, который согласился на эту операцию. Но как эта новость резко появилась, так она и затихла. Мы так и не узнали, состоялась эта операция или нет. Так чем же закончилась эта история? Я расскажу вам далее. О планах провести такую операцию Серджо Канавера, нейрохирург из Италии, заявил еще в 2013 году. Вероятность успеха, по его словам, 90%. А возможно это стало благодаря фузогенам, особым протеинам, которые способствуют слиянию двух разных клеток. В том числе и нейронов клеток нервной ткани. Особый биогель врач уже применял при реабилитации пациентки с серьезным поражением спинного мозга после аварии. Проект пересадки головы назван Хивен Хемини. Предполагается, что операция будет длиться около 36 часов, а участие в ней примут около 100 хирургов. Стоимость операции оценивается почти в 13 миллионов долларов. Тестовая операция на трупе прошла в 2017 году. Доброволец для участия в проекте нашелся быстро. Им стал Валерий Спиридонов, российский программист. Он болен спинальной мышечной дистрофией и не может двигаться самостоятельно. Люди с таким диагнозом в среднем доживают до 20 лет. Ему 37, поэтому риск умереть и так высок, считает он. Кстати, лекарство от этой болезни есть. Это самое дорогое лекарство в мире. Его цена больше 2 миллионов долларов за ампулу. Закончилась история, правда не так, как хотелось бы Валерию Спиридонову и общественности. Несмотря на большое внимание в мире к амбициозному проекту, денег на его реализацию оказалось недостаточно. Как оказалось, проект поддержал только Китай, но со своим условием первым пациентом с новой головой должен был стать гражданин Китая. Потенциальным пациентом номер один стал 67-летний китаец с таким же диагнозом. Идет подготовка и поиск подходящего донора тела. Валерий Спиридонов стал вторым кандидатом в очереди. Сейчас переехал с женой и ребенком в США, Флориду, и живет, по его собственным словам, в режиме ожидания. Будет вторым в очереди на трансплантацию. Хотя в последних интервью в этом году он говорит, что даже рад тому, что он не станет первым, а возможно и вовсе откажется от операции. У него прекрасная семья, работа, а риск слишком велик. Вот такие его дела, друзья. А на этом все, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok